Максим сказал, что слоны по текстуре как засохшая зефирка. Вот он рыночек. Когда ездите на водопад... Вот этого не надо, дамочка. Которая может быть не дамочка, да. Сейчас вам покажу, что такое имбирь и как он растет. Мы еще заказали жареный банан. Нормально, забегался. Если не траванемся завтра. Запах чеснока. Живут на сваях, представляете? Вот смотрите, пальмовое масло, друзья мои. Да, на первом острове мы кто здоровье потерял, кто технику. В общем, вот такой вот Таиланд. Всем привет! Канал Покажеварим. И я на некоторое время превращаюсь в лайфблогера. Потому что этот выпуск я хочу посвятить нашему путешествию небольшому в Таиланд, в Азию. Первый раз мы едем с семьей в Таиланд. Потому что до этого мы посещали какие-то страны, до которых ближе гораздо лететь. И все-таки дети подросли. Мы решили съездить куда-то подальше. Решились таки на 10-часовой перелет. Хотя меня это всегда, честно говоря, пугало. Я не представляю, как в закрытом пространстве можно пролететь 10 часов. Но надеюсь, что все это время мы будем спать. В общем, вот такой лайфлогик, естественно, я постараюсь сделать с акцентом на еду. Потому что вы любите эту тему. В моем представлении в Таиланде есть что попробовать. Есть что посмотреть и показать. И я постараюсь это сделать в этом выпуске. Ну, прежде всего, нужно, конечно же, решить всякие бытовые темы. Типа избавиться от собаки, например. Поэтому вот он. Бруйка. Плюет. Рано еще. Мы еще не доехали. Это майские праздники. Поэтому тут все нестабильно в плане вылета. У нас вчера поменяли дважды время. То есть сначала сместили время назад. Мы чуть раньше должны лететь. Потом еще сместили время на пораньше. Но в этом даже не прикол. Это ладно. Пораньше улететь не страшно. Значит, пораньше прилетишь. Но прилетим мы не на Пхукет, а в какой-то другой аэропорт. Не Пхукет. И оттуда еще 150 километров до нашего отеля. Сколько это? Три часа, наверное, точно. В общем, относимся к этому философски. Дополнительное путешествие в путешествие. Бесплатная обзорная экскурсия в ночи по Пхукет. Короче, очень годно. Это формат не пиццы, а пинцы. И очень наполнено начинкой. Вкусное тесто, хрустящее, пышное одновременно. За 300 рублей для аэропорта весьма неплохо поесть. Ну и, конечно же, создать минимальный уровень комфорта. Например, вот эти штучки. Какая-нибудь подушка. Брючок, за который можно что-то повесить. Штатив для телефона, который можно поставить, чтобы дети смотрели. И, конечно же, пауэрбанки. Вот без этого вообще никуда. У нас здесь вот такая вязь. Куча, три пауэрбанка и куча разных проводов. Не пропадем уж как-нибудь. Ну, конечно, Нордвинд вообще разочарование. Очень нефортная авиакомпания для перелета. Питание на самолете. Мы взяли котлету с рисом. Мы с Максом. Это еще кратец Цезаря. И у меня есть такой. Соус Цезарь с анчоусами фирменной, видимо. А вот сам Цезарь. Покажи Цезарь поподробнее. Вот это один вариант питания. Курочка с картошкой чуть-чуть пригорела. Ну что, мы доехали. Раннее утро. Вот так вот люди выглядят после 10 часов перелета. Фу, блин. Мы приехали в Краби. Это вообще ни разу еще не Пхукет. Сейчас вот на этом автобусе с Пикас мы отправляемся на Пхукет. Это еще долгое-долгое путешествие. Краби довольно скромный аэропорт, но все более-менее понятно. И это самое главное. Короче, погнали мы. В общем, мы добрались. Что хочется сказать про Nordwind. Конечно, очень дискомфортный салон. Чисто маршрутка. Никаких удобств абсолютно. Не очень хорошо. Но в плане обслуживания, то есть ребята старались сделать по максимуму из того, что им позволяет сам Nordwind. Поэтому претензий к обслуживающим персоналу, к стюардам и стюардессам вообще нет. Они молодцы. Они выполняли просьбы. На борту, как обычно, один бухарик. Один чуть не погиб. Короче, захлебнулся водой. Еле откачали парня. В общем, веселые переезды. Десятичасовые. Как обычно. Мы все еще не доехали до отеля. Нас завезли перекусить. Целая тарелка риса с курицей и яйцом. 100 бат. Я еще не выучил, сколько это в рублях. И манго с арбузом заточили. Очень вкусный, классный арбуз здесь. Холодненький манго. Пока так себе. Чтобы добраться до пляжа, можно воспользоваться корабликом. Кораблик, который за 2,5 минуты вас так и нет через лагуну. Я человек простой. Ед на океан, значит и есть надо на океане. Нашли какую-то забегалку. Прямо вот здесь вот неплохо. Там сейчас том-ямчика жахнем вечером. Наш первый вечерний ужин. Набрали всякого. Ну, слушай, порции добротные. То есть, понятно, по деньгам тут. Ну, вот типа том-ям стоит 500 рублей. Болоньезы 500 рублей. Бананы 400, но их много. Эта лапша тоже 500 рублей. Здесь на пляже продают шейки фруктовые. 50 или 60 бат. Ананасовая, по-моему, подешевле. Сейчас я вам цену покажу. Вот здесь вот у них священное место. Дядька с рубашками. Вот расценки. 50 ананасовый. Окей, окей. Субтитры сделал DimaTorzok. Всего за 60 бат. 120 рублей. Номер у нас 549 был. Это двухкомнатный номер. Ну, условно он двухкомнатный. Когда входишь, здесь кухонька. Она довольно функциональная. Все есть. За исключением соли и перца и масла. То есть, если для старта работы кухни вам надо иметь соль, перец. Это купить надо. А, и сахар тоже. Сахар тоже дают. Сахар дают. Чай дают. Кофе дают. Но сахара как бы не очень много, поэтому хватает не навсегда. Вот эту водичку тоже дают в достатке. Тут есть вся посуда необходимая для того, чтобы стартануть. Чашки, ложки есть, естественно. Вот это все. Всего, в принципе, хватит для того, чтобы что-то здесь минимально подготовить. Здесь микроволновка, холодильник, который работает. Вот эта штука выдвигается для того, чтобы вы не спалили тостером всю кассию. Это не основная комната. Это как бы гостиная. Тут просто диван, который нам пригодился, в общем-то, спать. Вот такой дизайн. Вентиляторы, кондиционеры в каждом помещении. Симпатичный очень, симпатичный номерок. Вот кондиционер. Это один санузел. Что приятно, в нем, кстати, предусмотрена вот такая вот штучка. Это датчик движения. Если у тебя весь свет включен, то у тебя все равно будет немножко света здесь. Очень приятная душевая кабина. Можно, если хотите, пожалуйста, любоваться соседями, пока моетесь. Здесь вот такое панорамное окно. Душек. Все прилично. Естественно, из зеркала. Надо же с собой любоваться. От отеля дается вот такой бесплатный телефон, который, в принципе, нацелен на то, чтобы вам помочь здесь, в Таиланде. Тут и бесплатно звонить можно, и, в принципе, раздавать Wi-Fi себе на телефон. Но это, правда, стоит денег будет. Плюс всякие там приколюшки типа карт, путеводителей и так далее. Ну, приятная штучка. Это вот первая комната с панорамным видом, шикарным на лагуну. Комната выглядит вот так вот. Я считаю, бомбически. То есть там вид на океан, который сегодня штормит, капец как. Просыпаешься и кайфуешь. Двери купе, что удобно и не занимает место. Хороший сейф. Внутри подсветочка. Это тоже крайне приятно. Ну, вешалок, в принципе, в достатке хватает. Один шкаф. Если кому гладится, надо утюг с доской. В этой же комнате второй санузел. Один фен на номер дается. Ну и балкон с абсолютно сумасшедшим тоже видом. Вид на миллион. Вот такой вот. И очень классная вещь. Это сушилка. Не во всех отелях есть. Здесь есть. И это очень радует. Отель абсолютно бесплатно выдает для пользования. Тапочки. И вот такую вот пляжную сумку. Которой вы можете пользоваться. Здесь, во-первых, ваш номер. Если что потеряете, вам, видимо, помогут найти. Ну и в целом вообще приятно. Хотя у нас свои есть, но нам оказалось удобно пользоваться такой. Вот вторая комната. Но она маленькая. Чисто такая спальня. Тоже шкафчик. Свой шкафчик. Кровать. Тумбочка. Панорамное окно. И телевизор. В принципе, все, что здесь нужно. Ну и, естественно, кондиционер. Без кондера тут ни одно помещение не обходится. Вот все. Пускай тебя сдувает. Карлсон включен. В целом номер хороший. Вот для меня, что не продумано. Мы заехали, да, двое взрослых, двое детей. Получается, что одна комнатка для одного ребенка. Здесь диван. И там большая кровать. Вот. Естественно, когда одна комнатка, начинаются скандалы. Как у нас, в общем-то, и началось. Да, на тему того, что я хочу там спать. Это моя. Вот. В итоге нам пришлось разделиться. То есть у меня дочка спит с супругой. Я сплю отдельно на диване. Вот здесь вот в гостиной. Макс спит в своей комнате. Через пять дней мы их поменяем. Чтобы справедливо было. В общем, вот такие вот дела. Вот это не продумано. То есть, по идее, как-то надо, я не знаю, для детей, наверное, большую кровать поставить в маленькую комнату. А для детей оставить комнату побольше. И там поставить две кроватки для мелких. Вот. Я не знаю, как это регулировать. То есть в других отелях у нас обычно было предусмотрено, что вторая комната всегда была оборудована двумя кроватями. И этого, в принципе, хватало для того, чтобы не было скандалов. А это самое главное, когда едешь с мелкими. Вот. Ну, а в целом все. Ну, естественно, как в любом номере тут хрен разберешься с выключателями. Потому что очень много всяких лампочек. И каждый выключатель отвечает за свою. И ты такой в панике, там, что-то выключил. Там, выключил свет, у тебя включился вентилятор. Знаешь, вот это все. Ну, это во всех абсолютно отелях такая задница. Кроме, наверное, каких-нибудь совковских, где одна лампочка и один выключатель на весь номер. Здесь такого нет. Очень хорошая гостиница. Очень свежие номера. Свежий ремонт. Все стильно. Все зашибись, короче. Гостиница хорошая. Отель. Кассия. Пхукет. Четыре звезды. Сейчас я вам покажу, что нам дают на завтрак. Продолжение следует. Продолжение следует. Рядом здесь есть супермаркет небольшой, но там толком ничего не купишь. Для того, чтобы что-то купить, надо отправиться в вилла-маркет, называется, до которого ехать лучше всего на такси. Стоит это 200 бат. То есть 400 машины едет. 400 рублей. А это такси, да, такси. Да, вилла-маркет. Сколько? How much? Two. А, окей, окей. О, Civic. Civic, да. Oh, Civic. Civic, very good. Very good. Да. Сейчас покушаем, а потом это, потом все остальное. Вон чикен. Мне нравится вон там закрытая штука с кондиционером. Вон какая-то закрытая штука с кондишеном. Вон она. Там явно есть кондишен. Кофейня какая-то, нет? Посмотрим, что есть здесь. О. Hello. Кофейня, пончики, да. Эспрессо, капучино. Давай я в вечер возьму с яичницей, ветчиной и сыром. Ты будешь вот круассан с яичницей, ветчиной и сыром? Я начинаю с яичницей, пообедаю. Давай пообедаем кофе, возьмем напиток и съедим по круассану. Давай. И они не будут обедать. Так, вот здесь вот так можно перекусить с кондиционером. Это главный приоритет. 130 рублей, такое 260 рублей сэндвич большой. Либо вот побольше сэндвича. Капучино в зависимости от размера от 200 до 300 рублей. Ну вот примерно так. Так, парик, красивые сэндвичи. За недорого это супруге. Второе блюдо, которое мы сегодня взяли, это сэндвичи. Причем здесь, судя по всему, салат «Цезарь». Ну, только листья салата, соуса. Прямо видно, как покрошен пармезан. 130, 260 рублей. Экскурсии. Экскурсии туроператоров. В данном случае Пегас нас привез сюда Пегас. Нас, соответственно, на экскурсии и разводил Пегас. А вот, вы же знаете, всегда, когда ты едешь с туроператором, тебе еще в автобусе, когда ты едешь из аэропорта, предупреждают, что ты обязан. Ты обязан прийти на встречу с гидом, которая состоится, естественно, на следующее утро, когда ты еще вообще не в Минос после суточного переезда в Таиланд. Но ты должен завтра прийти, встретиться с гидом, естественно, потеряв полдня. Я не против встреч с гидом, серьезно, иногда удается задать какой-то вопрос по отелю, иногда даже получить ответ. В данном случае, наверное, я получил там несколько ответов, которые меня интересовали. Ну и, естественно, экскурсия. Мы редко вообще ездим на экскурсии через туроператоров, потому что, да потому что, неважно, короче, редко ездим и все. Вот, но здесь все-таки мы первый раз приехали в Таиланд, и я почему-то решил воспользоваться именно услугами туроператора, который предлагает, ну прям, пакеты экскурсий. Мне показалось так проще, поэтому вот у меня распечатка, вот у меня экскурсии, мы выбрали две. Мне захотелось, значит, посмотреть на слоников, это была экскурсия, национальный заповедник, национальный заповедник, почему-то они это называют заповедником, хотя по факту это оказался национальный парк, то есть в заповедник нас бы не пустили, вот здесь вот обман. В распечатках называть заповедником то, что не является заповедником. Заповедник, это значит, что туда нельзя входить. И 10 раз я переспрашивал по ходу экскурсии, ну не 10, я же не идиот 10 раз переспрашиваю, но несколько раз спрашивал, что это заповедник или нет. Нет, это не заповедник, это национальный парк. Национальный парк, он большой, там много разных приколюх, в том числе слоники и прочее. Национальный заповедник, сапари на слонах, бенефис маленького слоненка, мамонтенка Пупа, вот это отлично. Слоны, это круто, мамонтенок Пупа, это вообще великолепно было. Я ради этого и ехал, дети в восторге вообще полно. Вот эта машинка нас везет. Вот, это абсолютно обычный материковый Таиланд. Мы с Кухета приехали на материк, и вот так вот живут люди. Тут какие-то лавочки, тут парикмахерские, неподалеку вот какой-то ювелирный салон. Обычный материковый Таиланд, он прикольный. То есть тут совершенно вот обычные люди, совершенно обычные дороги, без понтов. Жалко, что мы проехали, я бы показал вам парикмахерскую Таиланда. Парикмахерская, там адская вообще была, просто ржавые такие, ржавые стулья, это капец. Если что, мы сейчас на слоне вообще-то. Реально, вон зад. У него очень-очень подвижные бедра, да? Я и говорю, вот так. Вот так вот колбасит, короче, когда слон ходит, ну так вот как бы, ну, с уставами своими, понял? На спине слона, блин, и погонщик у тебя мелкий какой-то. Так же, как мы собираем березовый сок, они собирают каучук прямо с деревьев. Вот он, кусочек каучука, который я попросил у тебя. Настоящие, настоящие такие, мягкие. Как Максим сказал, что слоны по текстуре, как засохшая зефирка. Едет что-то вот. У них очень сопливые, очень сопливые носы, смотри. Ух ты! Вау! Молодец! Молодец! Спасибо, спасибо! Молодец! Спасибо! Молодец! 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 Фруктовые плантации. Вот это вообще восторг! Фруктовая плантация заключалась, знаете, в чем? То есть это нет, это вы не приехали и там вот такие бескрайние поля оливковых деревьев, как где-нибудь тебе там в Италии покажут. Не, нифига, ты приехал, там несколько драных куриц, несколько старых тайцев, которые курят, и несколько ссаненьких деревьев, на которых зачастую даже нет плодов, тебе показывают. Манго! Ты такой, класс, манго, а где манго? Они говорят, вот фотография, то есть на столбе висит фотография манго, ты понимаешь, то есть есть дерево, есть фотография того, что должно быть на этом дереве, но нет самого плода. Да, и вот такой вот прикол, то есть вот это плантация, это не плантация, а такой маленький, просто такой максимально сжатый, знаешь, до уровня черной дыры, ботанический сад в любом городе, вообще ни о чем. Да, там был огромный плюс, мы купили дешевых ананасов, мы купили 6 ананасов по цене 200 рублей за все вместе. И мы затарили 5 ананасов. 6, 6 подарок. А, 6 ананасов нам подарили, всего за сколько? 100. За 100 бат, за 200 рублей. 6 ананасов. Как тебе такой, Илон Маск? От ананасов мы действительно кайфанули, они были вкусные. Сейчас вам покажу, что такое имбирь и как он растет. Один имбирь с красными свечечками, это декоративный, просто украшает территорию обычно в отеле. И другой имбирь, это уже имбирь, корень которого используют. А если там выкопать, то будет корешок имбиря. Тайцы его здесь называют не имбирь, а доллар. Вот смотрите, пальмовое масло, друзья мои. Получается из вот этих вот, из вот этих вот плодов, которые растут на пальме. Все, чего мы так боимся, растет реально на пальме. Ферма морских черепах, о боги, это было просто незабываемо. Ребята, это самый беспонтовый вообще пункт, который можно посетить здесь в Таиланде. Нет, все любят черепах, все любят случайно вылезшую черепаху на берег моря или океана. Все любят черепаху проползающую где-нибудь там на территории отеля или где-нибудь там в лесочке. Все это любят, но поверьте, никто из вас никогда в жизни не полюбит черепаху, которая лежит в санном вонючем вольере и лечится. Ее нельзя не трогать, с ней нельзя не поиграть, с ней нельзя сделать абсолютно ничего. Мы приехали в эту лечебницу, а в Таиланде есть программа, которая защищает черепаху и увеличивает, ну как бы, и способствует увеличению их численности. То есть они, ну, другими словами, они видят, если где-то черепаха сделала кладку, они забирают эти яйца черепашки и выращивают их у себя в лечебнице. Ну и также иногда выносят больных черепах, там, хромых, о них тоже забирают и лечат, короче. Вот, тем самым увеличивают численность черепах в целом. Да, это хорошая программа, отличная, потому что в природе черепахи, как нам сказали, выживают только 10%, то есть там из 100 вылупек, из 100 отложенных яиц, 10 только превратятся в нормальных черепах, которые будут плавать. Остальные погибнут так или иначе. Нормальная программа пойдет. Грустные черепашки мамы, конечно, лишаются своих детишек, ну и, в принципе, и пофиг, потому что это черепахи, они за детьми не особо ухаживают. Вот, ну сам факт, что ты туда приезжаешь и там не получаешь абсолютно никакого удовольствия, ни эстетичного, ни эстетического, ни, ну, то есть все плохо, короче. Там делать нечего, смотреть на этих черепах, которые бедные плавают в вольерах, абсолютно неинтересно. Короче, Пегас сделал экскурсию из 7 пунктов, из которых интересны реально только 2. Это слонята и это сплав на плотах. Вот это было любопытно. И я не понимаю, почему операторы пытаются впихнуть невпихуемое, как я сказал. Сделайте просто, я не знаю, побольше общения со слонами. Сделайте кормление там не 20 минут, сделайте 40. Реально, это очень нравится детям. Бесконечно нравится детям кормить бананами слонов. У них такие хоботы сопливые, так классно. Мне тоже очень понравилось. Я такой ребенок. Ночной Таиланд и мы идем поужинать в ресторанчик, который находится на берегу лагуны. Ресторан называется Руин Тай. Имеет 4 звездочки из 5 на TripAdvisor. Пойдем проверим. Говорят, там неплохая тайская кухня. Вот меню ресторана, но он на первый взгляд дороговат. Ну, естественно, тут все дорого в этой части Таиланда. Зато здесь есть расшифровка на русском языке. Он жасминовый рис на пару 60 рублей стоит. Ой, 60 бат, 120 рублей. Том-ям 330 бат. Без риса, кстати, да. Рис здесь не включается, поэтому рис ты берешь дополнительно. Это вегетарианский, судя по всему. Да, вегетарианский стоит дешевле. То есть в этот том-ям входят креветки. 330 бат, 240. Том-ям подешевле. Мы взяли пряный салат из папайи. В традиционном тайском стиле с вяленой говядиной. Вот это мне рекомендовали подписчики. Один, может быть, да. Гарлик два. Два гарлика. Это вот так готовят салат из папайи. Смотри, готовят заправку. Запах чеснока. Запах чеснока. Нам принесли блинчики. Жасминовый рис. Оу, грин папайя. Лайконион. Салат из папайи. Я вообще в восторге. Все подается очень прикольно у них здесь. Так. И вот так вот подают жасминовый рис. Это может быть все самое невкусное, что можно представить. Но мне нравится, как нам это все подали. Божественная кока-кола. Манго шейк и милкшейк банана. А вот он том-ям. Итак, салат с папайей. Это все он. Блинчики норм. Салат с папайей. На любителя мне не зашло, но вот жена попробовала, ей понравилось. А советовала мне тоже девушка в инстаграме в директе попробовать этот салат. Возможно, это женская тема. И женщинам нравится привкус. Ну, вы поняли, в общем. Вот что впечатляет меня в этом салате. Это жареный панцирь креветки. И он съедобный, такой хрустящий, как чипсы. В целом салат, конечно, очень на любителя. Один перец чили, который они добавили в соус, я попросил. Его уже достаточно. Более чем. Попробовать его обязательно надо. Следующий у нас это том-ям. Несколько креветок, грибочки, имбирь. Как всегда, в том-яме накидано. И здесь я заказал медиум. То есть он должен быть хоть немножко острый. Он вообще не острый. И по вкусу насыщенность бульона, она, ну, знаешь, вот процентов типа на 60 от того, что я бы хотел видеть. То есть нет вот этого яркого-яркого вкуса том-яма. Конечно, в этом кафе том-ям делают посредства. Мне попался вот такой вот милый грибок с тайской улыбочкой. Типа, чувак, ты съешь не самый вкусный том-ям в жизни. Ха-ха-ха-ха. Иди-то они. Мы еще попробовали вот такие вот блинчики для детей. Овощные. Там внутри морковка. Можно макать вот в такой вот чили соус. И это вкусно. Значит, минус этого заведения цены. Тут явно дороже в целом и так в дорогой части Пхукета. К том-яму не дают рис. Соответственно, стоимость том-яма с рисом был бы вообще 400 бат. Это 800 рублей. Порция его маленькая. Вкус его посредственный. Вот курица, которую ест супруга, она тоже по вкусу довольно ничего необычного, но пожарена хорошо. Куриное филе довольно сочное. В общем, ресторанчик в целом к посещению рекомендуем, потому что вот эта вся ритуальность, она здесь раскрыта и очень хорошо общается по-английски обслуживающий персонал. И так к тому, что ребенок у нас тут сидит и ест знаете что? Капусту. Не наяривает. Ну, самое вкусное, что сегодня было, это да. Капуста. Так вот. Мы еще заказали жареные бананы. Я почему-то представлял, что они будут во фритюре, они немножко по-другому выглядят. И у меня ощущение, что они меня не поняли. Я немножко расстроился, что они не жареные. То есть, я когда сказал fried bananas, я имел в виду жареные бананы во фритюре с сиропом. Нам сделали холодные бананы. Я вообще не понимаю, то есть, они как будто замаринованные в чем-то. Потому что у них куда-то плотность ушла, то есть, они явно были в чем-то замаринованы. И сверху полито чем-то типа сгученка. Блюдо ни о чем. Но очень сладко, притренно сладко и невкусно. А вот жареные бананы, они вкусные. Тихо. Очень странно. Мы съездили еще на одну экскурсию, которую тоже нам организовал Пегас. Стоило это где-то 350 баксов на нашу семью. Все, не говорите мне, ничего не пишите. Я знаю, что можно дешевле и можно не через туроператора. Я в курсе. Назывался это, значит, называлась эта тема, я вот смотрю по программке. Летающие острова эксклюзив. Вставляешь слово эксклюзив, лимитед, инкорпорейтед, всех впечатляет. Пять в одном. Увлекательное морское путешествие на скоростном катере по Андаманскому морю. Остановка для купания на двух частных островах с изумрудной водой. Так вот, первый остров, на котором мы остановились. Баунти остров, ну почти баунти. Это остров, где течение мою жену отнесло на скалы и она себе расхреначила ногу, руки и пятки. Просто, ну реально, в кровяку. Там ее, естественно, подзолотали и все в порядке, слава богу, да, но там вероятность того, что ее могло там, ну, что там человек мог погибнуть, потому что пострадали три человека, то есть просто залезли смотреть рыбы и трех человек унесло на скалы нахрен. И вероятность того, что кто-то мог погибнуть в этой истории, она абсолютно была. При том, что не было никаких там феноменальных волн, ничего, просто течения. И вот я задаю вопрос Пегасу. Если вы организуете какую-то экскурсию, которая подразумевает вероятную опасность, безусловно, мы сами люди вообще любящие жизнь и я лишний раз не буду нарываться на какие-то стремные истории и лезть туда, куда не стоит. Нет, мы не из тех людей, уж точно не моя жена, по крайней мере. Вот. Но если вы организуете экскурсию и возите людей по каким-то островам, где есть какие-то непонятные природные явления возможные, об этом надо предупреждать. То есть гид должен взять и предупредить людей. Вот туда не плавайте лучше, там течение. Да, там классные рыбки, но там течение. Нет, нам просто сказали, наьте вам нахер маски и пиздуйте купаться, короче. Мы пошли. Остров красивый, зашибись. И там кое-где, правда, осколки стекла валялись, но абсолютно райский песочек, все зашибись. И все. Ну, получается, это первый был остров, который испортил все остальное впечатление. У меня жена держалась, она молодец, она умница. Золотали ее, там, раны зажали, потому что, ну, рваные раны, реально, блин, капец. Ну, представьте, вот на острые камни тебя выкидывает, ты пытаешься как-то оттолкнуться, ты руки себе. Я не буду показывать, 18+, поставят, потому что реально зрелище не из приятных. Но все в порядке. В общем, за это я Пегасу не очень признателен. Ну, и потом погнали мы по всем остальным островам. Это остров Джеймса Бонда, вот этот самый летающий, летающая скала. Ну, такое тоже, посмотреть можно. То есть, все, в принципе, в Таиланде красиво. Вот реально это места, вот Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, это все, Малайзия, это все, где зашибись красиво. Еще очень понравился остров, ну, это скорее не остров, хотя почему, это искусственный остров, это цыганские, цыганские поселения на воде, которые, чтобы не платить налоги, строят свои поселения на сваях. Надо в России тоже использовать такой лайфхак. на речке где-нибудь и построить, и все, и хрен, кто-то, что приделит. В основном, почему их называют цыганами, это не румыны, в нашем понимании, это они называют их цыганами. Цыгане, как цыгане, обычные малазийцы готовят, средние, как, короче, я не знаю, у них кухня, я пока не проникся, то есть, том-ям, том-пха, вот эти вот супы, они яркие, классные, то есть, здесь используется галангал и прочие специи, их вот лайм там, в общем, вы поняли, да, вот это интересно. Остальные рисы, они хорошо готовят, но он невкусный, то есть, не сказать, что он прям вау, что-то такое, какой-то яркий вкус, нет, овощи точно так же, но в любом случае, прикольно, живут, живут на сваях, представляете? Правительство со временем в подарок им сделали, правительство Таиланда сделало поле плавучее, футбольное, чтобы дети могли поиграть в футбол, это так мило, хотя мне кажется, поле довольно маленькое для того, чтобы кайфануть на нем играть. Вот. Они не буддисты, они практически все мусульмане, вот эти приезжие цыгане, так называемые, поэтому у них там даже, даже, даже своя мечеть у них на воде стоит, ну мечеть не веришься на воде, возможно, она уже на островной части, там вероятнее всего есть какие-то, какие-то ништяки от государства, как и у нас, да, для религиозных построек, наверное, нет налогов, например. Вот это интересная часть экскурсии, которая впечатляет тем, как люди могут обустроить свой быт. Их основной бизнес, помимо жемчуга, это еще и ресторанный, как нам гид объяснил. Мы там приобрели жемчуг, который добывают они же, то есть это их промысел основной, то есть они занимаются жемчугом. Мы купили жене бусы, в принципе, недорого за 2000, по-моему, рублей, если на русский перевести, целые жемчужные бусы, что это не натуральный жемчуг, а скорее всего, они как подсаживают песчинку в раковину, да, в устрицу, и она уже, ну, то есть неестественный. Это настоящий жемчуг, но неестественный. Тем не менее, красивый жена давно хотела, жемчуг купила, не знаю, будет ходить, наверное. Вот, это понравилось. Мы на Канои. Мне хочется настоящую пещеру заехать. Да? Да. Мы катаемся на Канои, вон там Каноище гребет. Очень впечатляет, конечно. Вот эти, ах, получается, вот эти скалы, они обваливались, то есть они таки ровные, потому что, видать, землетрясение, прям куски, да, обваливались. Я обваливаюсь. А, пожалуйста, вот и бабаш. Ахахаха. ну и в целом вообще в принципе вот это вот островная история наверное неплохо единственно что я бы ее сократил опять-таки не надо 5 островов сделайте 3 вот детей покусали медузы меня покусали медузы на третьем острове конкретно вот на этом мы сейчас купались и здесь меня покусали медузы но легко да короче жесть какая-то везет а еще я упорол поэтому трясет да у меня был стабилизатор для для телефона но у меня больше нет стабилизатора для телефона он у меня упал да на первом острове мы кто здоровье потерял кто технику очень вот такая веселых райская мусорка да здесь вот айлов нг что такое не знаю нг тут же бутылки ох уж этот таиланд и мы зашли вообще в какую-то часть острова где вообще нифига никого нет только мы сделайте два интересных острова и один остров для релакса где можно просто отдохнуть после экскурсии вот это будет оптимально не надо там галопом по европам гнать смотреть все острова не нужно это не нужно абсолютно в общем вот такие вот они экскурсии от пегас туристик мое мнение что ну во-первых это не дешево да то есть мы за первую экскурсию отдали 260 долларов за вторую 350 это дорого это конечно же дорого можно найти дешевле да и нужно искать дешевле не надо слушать туроператоров на тему того что вот там страховка не распространяется нам про это рассказывать типа если ты с тобой что-то произойдет а ты поехал по неофициальной по неофициальной экскурсии то страховка не действует страховку делал туроператор это чушь вообще абсолютная потому что страховка действует на твое пребывание в таиланде да если ты пострадаешь там набухавшись или ты полетишь на параплане не имея на это никакого права и опыта то конечно же страховка не будет распространяться но если ты случайно простудишь себе ухо поехав на экскурсию с не пегасом то поверьте страховка выручит да все нормально будет мы пришли пообедать в заведении которое недалеко от нашего отеля находится она маленькая называется очень просто какой-то заведеница в ряду торговых центров сейчас заказали том ям цены тут слегка неадекватные тут в принципе в этом районе лагуны цены чуть не адекватные на мой взгляд вот но судя по том яму который стоит здесь 290 бат 580 рублей то цены здесь неадекватнее чем других местах но тем не менее может заказали сейчас покушаем тут они дают и стандартные европейские темы наподобие пиццы и бургеров картошки фри и всякое такое неинтересное но тем не менее детям заказали пиццу посмотрим чем накормят манговый шейк так вот дают такую подставку с соусами дай-ка макс мне табаско это довольно скучно вот этот кстати соус маги соевый видишь производства маги он вкусный он реально вкусный это обычный соевый соус производства маги вот это непонятно что за соус просто кетчуп манга манга шейк кислый вообще вот этот желтый манга тайский честно говоря он стрёмный гораздо вкуснее манга который чисто зеленый типа египетские или зелено-красный я не знаю откуда хотя я вот съел сам манга наверное заберу свои слова назад офигенный манга видать в москве который но не стоит дорого но мне попадались они какие-то кислые вот супруга заказала кокосовый суп с лемонграссом запах у него в принципе схожий с тумьямом потому что там есть лемонграсс и теперь она мучается вопросом что из него можно есть а что нет ты пробуй все если не естся значит нельзя еще мы заказали курицу в кисло-сладком соусе довольно средней порции то есть не впечатляют кстати к супу подают еще рис а дети а дети но дети они такие дети они в общем едят гавайскую пиццу что приятно характеризует эту пиццу это наличие свежих ананасов не консервированных как у нас зачастую делают тесто конечно сухари в общем тайцы забыли сделать мне там я напомнил про то мне они сказали ой сори мы забыли короче вот у них это нормально жена сказала я не буду суп уже есть он к сожалению не острый вот поэтому я попробую вот эта манера делать там ям из не съедобных продуктов оставлять их внутри супа это капец как неудобно то есть особенно человек неопытный не будет понимать что например имбир ты фикс ешь что там листья кофюр лайма ты тоже не прожуешь уж не говоря про дубовый галангал вообще в принципе бульон очень вкусно кокосовый грибочки бульон в принципе такие нормальные и хорошие но наверное тум-ям здесь не был бы самым лучшим вот эта курица в общем она вообще курица с овощами типа в кисло-сладком соусе она самом деле в устричном и устричный соус он какой-то слишком вонючий мне не очень понравилось это блюдо в общем ресторан такой себе цены высокие официанты невнимательные видимо сюда так редко заходит клиент что они забывают из пяти позиций пробить одну тем не менее пиццу дети съели по кусочку суп том-ха а вот есть том-ям а есть том-ха вот тот что белый это был том-ха он в принципе вкусный то есть такой сливочный вкус у него там явно кокосовые сливки но есть невозможно потому что очень много всего намешано и даже например вот галангал он жесткий и он туда нарезан очень мелко короче неудобно некомфортный суп но вкус хорошего вот манго шейк ничего в целом пойдет целом пойдет на сюда мы больше не вернемся а вам советовать или не советовать не будем как счастлив будете сами решить по пятницам тут открывается рынок фруктов который чуть дальше чем наш магазинчик где мы затаривались вилла маркет туда стоит доехать 300 бат и но тут есть огромный плюс то что тут есть неподалеку местные забегаловки в которых гораздо адекватнее цены чем вот там где мы были хотя это все равно тот же самый район вот для сравнения цены даже самое простое на чем мы можем сравнивать это суп опять-таки том-ям да ну или или рис подтай вот он там где-то 250 бат стоит здесь 70 70 70 рис с морепродуктами манго нарезанный вот суд да здесь суп том-ям стоит 150 рублей суп туп-ха стоит 150 бат то есть тут по адекватнее цены и это радует вот он рыночек и вот это вот заведение у него вообще не название нифига нет а вот свежая рыба и цел но пластик а это другое уже заведение смотри они а походу вот заведение в котором мы это поле и так нам принесли том-ям подожди они рис добавили внутрь зачем не это не вижу смотри вот здесь вот том-ям круче чем ресторан смотри ну вот это богато вот это богато креветка причем нарезанные интересным образом то есть видите да она покоцанная здоровенные новозеландские мидии в ракушках черт подиви да перестаньте уже так делать ну вообще том-ям очень даже очень даже неплохо выглядит ну конечно в том яме главное вот это бульон дешевый том-ям на этот раз но выглядит лучше чем дорогие вообще не понимаю этого парадокса таиланда да вот он вкусный туши вот он сказал спайси а он нет он острый но он вот нет не такой острый как первый раз мы например ели черник тоже по остроте получается разные короче говоря этот том-ям вкуснее чем все пожалуй том-ям агерой ел до этого то ли я может быть голодный но здесь нормальный такой кислый ароматный бульон супруга доедает мясо в кисло-сладком соусе это ну прям чисто такой китайский соус этот что попробовал это вкусно вот этого не надо дамочка которая может быть не дамочка наполненность его весьма хороша грибочки хорошие вот это что такое я не знаю а это кальмар вот это кальмар или что короче реально официально за 300 рублей самый вкусный том-ям то есть если это кальмар то он отлично сделан он вообще не резиновый отличный том-ям отличное завершение вечера это рис с солеными яйцами но тут помимо соленых яиц есть еще какие-то овощички я его попросил вместо обычного риса для том-яма мне принесли и обычный рис все-таки он видимо обходит стоимость том-яма и принесли еще отдельно рис который я заказал и вкусные кстати отварные или легко обжарены очень непонятно в каком-то бульоне и гусоричном соусе который вот в данном случае рис с солеными яйцами как рис он хорош как соленые яйца он странный ну то есть это реально соленые яйца просто то есть ты берешь вот вилок и он просоленный то есть яйца мариновались что ли в рассоле когда с рисом нормально рис немножко оттягивает а так они пересоленые нормальная забегалка если не траванемся завтра то можно рекомендовать но это завтра а вот там ребята за шторкой готовят как у нас вот суши блин такая же столько практически это уже сфоткал вот это рис томленый под солнцем рис томленый под солнцем то есть он не понятно стоит всего 10 бат я себе такую штуку возьму интересно что это за штука такая как это лежит рис лежал под солнцем прикольно короче как у нас вот палочки продают такие рисовые типа я попросил там я мне заворачивать а мне все равно завернули его тоже вот он рыночек по 120-200 это а мангустин энди одесса ворозит горох маракуйя вот прайс ван хандрит так хорошие маракуйя ешьте сегодня домой а почему тут у них разница не недоспелы что ли еще на рынке сразу продают корзины которые ты можешь купить для самолета мы купить мы купили среднюю куда бы все упакуют и сложится корзинку что касается отеля мы отдыхали в отеле кассе пхукет он находится на западной части острова западная часть острова в мае это отстой потому что море ну учитывая видимо там ветра и прочее андаманское море которые входят в бассейн индийского океана она не спокойная то есть купаться в океане у нас не получалось видимо надо на этот момент тоже обращать внимание куда ты летишь и где хороший спокойный океан или входящие в него море в нашем случае не повезло то есть западное побережье в частности вот наша часть это банктау бич он хороший красивый но он счет по берегу очень спокойный был не понравилось вот сам отель классный он очень современный очень продуманный за исключением одного пункта то есть принципе отеля рассчитана на то чтобы тебе было комфортно и вот мне что например нравится в турецких отелях что ты можешь ходить в жаре где-то где угодно там шарахаться а потом прийти в лобби и выдохнуть там кондиционер там тебе хорошо тут нет то есть вся нижняя часть и лобби и там ресторанчик небольшой который кормит завтраками плюс ты можешь там же покушать обеды и ужины но дорого очень даже дороже дорогих ресторанчиков вокруг в принципе вся местность довольно дорогая тут каждое блюдо стоит рублей 500 типа такого это дорого вот не комфортно то есть когда закрытое лобби и есть кондиционерчик это классно в этом плане чуть дискомфортно в отеле не знаю почему не так сделали вот минус расположение отеля в том что вокруг нихрена нет есть небольшой магазинчик в котором ты даже не купишь себе но я не знаю тупо морковку ты не купишь морковку в этом магазинчике потому что ее там нет ты не купишь себе не знаю филе грудки чтобы приготовить себе на ужин что-то ты ты можешь купить газировки ты можешь купить хлеб там сэндвичи можно кушать то что там продается сыр там ветчина какая-нибудь это можешь есть ну хочется же супчик когда приходится приходится куда-то ехать либо вилла-маркет отдав за такси туда-обратно 800 рублей пешком то что не дойдешь по жаре реально ну либо ходить по ресторанам где каждый раз ты будешь отдавать там две с половиной три тысячи рублей на семью расположение неудобное то есть как таковых заведений вокруг не очень много и не все дорогие и альтернативно покушать приготовить себе самому тоже не очень можно вайфай просто шикарный реально лучший интернет который я где-либо встречал все летает youtube чик фигупчик загружаются ролики быстрее чем у меня дома акада привет ненавижу вас последнее время вот три телевизора каждый подключен к интернету можешь смотреть youtube спокойно с телека там я вот детям мультики включил вечером они гоняют изумительный интернет 5 плюс короче в общем и целом таиланд прикольная тема но проник селье до конца кайфом проживания в таиланде нет пожалуй мне не хватило вот этих я не знаю там макашнец где готовят блины с бананами и поливают сгущенкой мне не хватило каких-то рынков и здесь нет это туристическая часть таиланда в которой нихрена нет из для того чтобы ощутить вот этот вот весь кайф как бы ремесленничество тайского до людей надо видимо отдыхать день в банкоке в паттайе где там начиная жизнь где приезжают макашники и там тебе что-то готовят здесь такого нет тут прям вот турция только с другим климатом здесь турция где болит башка вот здесь турция до которой надо добираться 10 часов но с другой стороны здесь турция которая может быть жаркой зимой пока в москве зима то есть вот в этом плане конечно таиланд наверно уникален я сюда обязательно еще приеду мне нравится мне нравится эта тема мне нравится азиаты они приветливые и клевые мне нравится что здесь можно зимой действительно пожариться по солнцем я это испытаю за и все таки наверное лучше поехать куда-нибудь типа там в турляндию если уж отдохнуть хотите тут чуть-чуть все похуже похуже в общем вот такой вот таиланд первые мои впечатления от первой поездки в азиатскую страну пожалуй неплохо пожалуй неплохо но я не распробовал надо еще что-нибудь придумать